У меня есть, оказывается, за последний год сложился свой собственный бренд, как я узнаю от других людей. У меня когда-то была фишка, очень давно, я писала вакансии в виде сказок. На самом деле очень классно кандидаты клевали, и те, что надо, закрывались вакансии. Но теперь есть одна прекрасная компания, которая постоянно говорит об этом другим. Говорит, о, в стиле котовой, Оли. О, отлично, у меня уже стиль свой есть, меня уже на рынке знают. Так что у меня тоже есть какой-то свой бренд, который я не сама себе сделала, а сделали другие на самом деле. Ну вот так вот. В общем, поговорим о чем сегодня. О свободном рекрутинге, в котором мне на самом деле меньше года, и меня зовут Оля. Я в рекрутинге около 9 лет, чуть, может, меньше, не знаю. Занималась пару-тройку лет HR, сейчас иногда HR-услуги, но в основном это рекрутинг. И в основном это, конечно, IT, либо около IT-индустрии. Что я делаю? Вот, и как я к этому пришла? В целом, у меня были в жизни роли продажника, PM-а, маркетолога, там, SEO-шника. Поэтому веб-проекты я лучше понимаю, сразу говорю. В принципе, как в рекрутинге я тоже беру себе больше веб-проекты. И, наверное, роль продажника сыграла самую большую роль в моей жизни, потому что это такой скоп навыков и опыта, который сейчас идет просто насквозь. Вот так вот. Переговоры, уговоры и все остальное. Ну и коммуникация идет от продаж в основном. Вот. Кратко. Была продажником, хотела быть HR-ом, стала HR-ом. Тут кризис бомбанул. Стала вообще контент-менеджером. С контент-менеджера вышла с Lada PM-а в большом холдинге. Потом плюнула и сказала, нет, я хочу быть HR-ом. И пошла в HR-ом с рекрутингом, которым пробыла, наверное, около пяти лет. В большом холдинге также. И прошлым летом я сказала, мне это все достало, ребята, простите, ухожу. Вот. В чем достало? У меня было такое постепенное выгорание, когда мне уже не хотелось свой день сидеть в офисе. Я знала, что я непродуктивна. Я доросла до роли Team Lead-а. У меня уже была своя команда рекрутеров. Понятно, что этим лидом сразу хорошим не сразу стало. Это было тоже наломанное дрова и все остальное. Потом я пришла к тому, что нужно подбирать правильных людей, а не мотивировать, кого попало в своей команде. Вот. И я решила, что в какой-то момент я могу четыре часа эффективно работать в компании и делать то же самое, что люди делают за восемь. Я это донесла до своего руководителя. Говорю, можно так. Она говорит, давай попробуем. В общем, где-то месяца четыре я так делала. Потом в итоге она говорит, тебе завидуют другие рекрутеры, которых было 15 человек. Говорит, это не алло нашей компании. Я говорю, хорошо, что делаем. Она говорит, возвращаясь на фулл-тайм, я месяц поработала на фулл-тайм, я говорю, не алло для меня, я увольняюсь. Не мое. Sorry. В общем, так я стала фриланс-рекрутером. До этого сразу скажу, что у меня были свои заказчики. Я когда еще работала в компании, были такие коммуникации, когда я иногда в своем личное время находила каким-то своим знакомым персонал. Ну, они просят, я зарабатываю. Все отлично, как бы. Я работать успеваю и в компании успеваю, и работать успеваю на фрилансе. Когда я вышла на фриланс, я думала, что делать, вроде бы есть какие-то заказы, вроде ничего не хочется. Ну, в общем, я пару месяцев отдохнула, где-то до сентября. Потом получилось наоборот. Кандидаты ко мне пошли, говорят, продай мне куда-нибудь. Я говорю, хорошо, есть куда продать. Я продала кандидатов. О, говорю, пошло. И, в общем, о чем хочу сказать, что первое, чем нужно задуматься, зачем эта свобода. Мне, например, эта свобода нужна была, потому что я не могла… Вот сейчас перестану, наверное, следующий слайд. У меня было вот первое, это отрицание, гнев. Это понедельник отрицания. То есть я вышла на работу, что делать? Гнев, торг, депрессия, принятие субботы, воскресенья. Вот когда до такого доходит, уходишь на фриланс. Вот реально. Вот только так, мне кажется. Потом есть такое понимание, что привычная среда, да, кто-то руководит, ты ни хрена не делаешь, компания уже как Team Lead рекрутер, ты уже не рекрутишь, ты такой разребаешь кучу чатов, 10 тысяч совещаний, вот, ты уже не крутер, ты такой манагер, который разгребает кучу гомна каждый день. Вот реально. Ну, то есть уже ты не делаешь результат, ты делаешь процесс. Я как человек результата, мне это неинтересно стало, и поэтому фриланс это было мое, наверное, и, ну, все-таки непривычно, и нужно было за пределы зайти. Сразу в чем нужно понимание войти, что ты сам себе продажник, поиск новых заказов, предложение своих услуг, это все на твоих плечах, никто этим заниматься не будет. Сам себе руководитель, я думаю, это понятно однозначно, то есть никто тебя пинать не будет, не мотивировать никто, ты сам себе, то есть как проснулся, все твое настроение, это твое. Сам себе пиарщик, это насчет бренда, что Наташа говорила, то есть как себя пропиаришь, так работать и будет. Сарафанное радио никто не отменял. По аналитике, которую я прочитала, наверное, в 10 сайтах за последнюю неделю, сравнивала услуги агентства. Почему? Сравнивала услуги агентства и услуги фриланс-рекрутера. Большинство там с медианами, со всякими вот этими средними, перевес где-то из медиана у них 9 почему-то было в большинстве, и вот перевес на фрилансера где-то идет на одну единицу 5. Почему? Потому что более качественные услуги, потому что фрилансеры растут в основном из профессионалов HR или рекрутеров компании, то есть они очень хорошо знают специфику, они уходят и не работают результат. Агентства это больше все-таки, ну это не мое мнение, это мнение интернета, агентства это все-таки больше неквалифицированные персоналы, которые набирают, то есть там квалифицированы буквально 1-2 верхушки, и все остальное это не очень квалифицированный персонал и не очень замотивированный, потому что там и бонусы меньше, и все остальное. Поэтому и в последнее время на фриланс-рекрутинг, почему как бы я не призываю, но просто это круто на самом деле, как оказалось, на фриланс-рекрутинге больше обращают сейчас заказов, чем к агентству. Например, приходит ко мне заказчик, говорит, я сейчас к агентству пойду или к тебе. Я говорю, ну хочешь, иди к агентству, можешь ко мне, мне все равно. Он говорит, ну тебя посоветовали, агентство просто вот классное. Говорю, ну вот как хочешь. Он говорит, ну давай с тобой поработай. Ну как бы работаем, и все нормально. И большинство вот так потом обращается к фриланс-рекрутерам, потому что результата больше и быстрее. И многие, вот у меня друг один из Харьков открывает офис в Киеве и говорит, с агентством вообще не результативно работают, потому что они присылают всякий шлак. Как бы мне приходится еще перебирать за ними эти резюме, эти как бы мотивашки, письма, которые они пишут и все остальное. Ну как бы это не то, что я хочу. Я хочу кандидата, который я просто беседую и сразу возьму на работу. Ну то есть качество. То есть про пиар. Я уже сказала, какой у меня пиар, пиар такой немножко, я не знаю, такой серенький какой-то, я не знаю. Некоторые говорят в плохом смысле, что я пишу детские вакансии. Ну не знаю, кандидатов прет, вакансии закрываются. В чем проблема? Не знаю. Сам себе исполнитель, то есть сколько набрал все твое. Сам себе юрист и бухгалтер. Вот это на самом деле тоже еще такая загвоздка, которая не всем, наверное, не то что по силам, но это такой геморрой. Такой достаточно больный в нашей стране, наверное, иногда. Хорошо. Эту картинку, наверное, все знают. То есть рекрутинг — это как Java. Это не как последняя фраза. Ну чтобы вы понимали. Я думаю, что оно реально сложновастенько, так нелегко. То есть кого попало, ты не закрываешь. Так, почему фриланс, да? В целом. Возможность выбирать вообще место работы, формат работы, когда я просыпаюсь, когда я засыпаю. Понятно, что чаще всего это, да, мозг работает 24 на 7, и ты не забываешь, что мы кандидаты у заказчиков, что кому послать, и кому ответить, и еще что-то, и в отпуске там, и выходных, и что-то… Ну все равно ты какой-то график себе делаешь. И никто тебя не контролирует. Нет необходимости соответствовать корпоративным стандартам, принимать участие в играх. Я когда, например, уходила, мне предлагали работать в том же холдинге, но в другом проекте. Я говорю руководителю, говорю, а что я меняю? Ну в принципе, что я меняю? Говорю, я играть буду в те же корпоративные игры, которые меня изматывают. Он, ну да, в принципе, ты права. Говорю, ну да, зачем оставаться тогда? Ну, мне не хочется у них больше играть. Нет малокомпетентных начальников, это мне тоже слегка изводило. Неприятно, когда руководитель менее компетентный, чем ты. Сам выбираешь заказчиков, то есть хочешь с этим, изучил, хочешь с этим, тоже рекомендации поспрашивал по рынку, как с ним работается. И поэтому ты можешь сам выбрать, с кем тебе работать. Комфортно, некомфортно, попробовал, не попробовал, отказался там. Ну, то есть это все, в принципе, все договоренности, в коммуникациях. Ну и фриланс может начать с началом бизнеса. У кого, например, встал… Ну вот сейчас тут фрилансеры в основном вообще или нет? Вот поднимите руки, кто на фрилансе работает сейчас? Ну, где-то третья часть. Как-то так, а что остальные тут делают? Думают об этом. Ну, такое. Ну, по большому счету, часто начало фриланса, если это очень компетентный, сильный там человек, да, и он стремится развивать свою экспертизу в других, то, в принципе, из этого можно очень довольно нехороший бизнес выстроить. Есть примеры у кого-то из жизни такие? Ну, ладно, придатка. Ну, если так сделать, да, акцент на нашей всеизвестной Вике. То есть она начинала сама, потом у нее появился один человек, два человека, потом, тадам, 15 человек сейчас. Отличный бизнес уже. Да, это боль. Это всем не хватает фриланса. Надо найти заказчика, с которым надо периодически пить вино и говорить, какой он классный, он тебя тогда приглашает на корпоративы. Ну, образно говоря. Так, о том, чем я говорила, нужно начать уже со знакомыми заказчиками. Заказчики бывают разные, как и три типа людей. То есть одни бывают очень сердечные, хочется прижать, обнять и плакать. Другие бывают полные жопы. И третьи такие умные, что ты просто не достаешь до них. В целом, выбирайте, с кем вам комфортнее. Ну, мне кажется, вот с этим комфортнее, потому что тут будет рассусоливание, там полная жопа. Ну, такое. И есть три вида задач, которые к вам будут поступать. Если вы специалист широкого профиля, например, как я, то вам будут поступать как HR, как HR плюс хайринг, что-то смешанное. Например, вакансия зашла, а потом заказчик говорит, а как мне его замотивировать, а как мне, куда мне его послать на обучение, давай ты произведешь на этом оценку его качеств личных, там после трех месяцев. То есть какие-то HR задачи начинаются. Или, например, организуй, проведи нам тренинг для моего персонала, для каких-то компетенций. То есть это не рекрутинг задач, но бывают такие и поступают тоже. То есть либо просто тупо хайринг. Найди мне чувака, который выполняет, будут такие задачи в моей компании или в моем проекте. Тоже очень разные подходы, очень разная стоимость. Это все… Вообще, почему на фриланс? Мы же деньги зарабатывать идем, правда? Никак иначе. Следующее. Нужно четко понять для себя вначале, как я сначала не могла сформировать свою стоимость, потом такая думаю, а как у нас по рынку тут? Ах, давай так. Пошло? Ну, там на самом деле как себя продаж. То есть продаж себя дорого, зарекомендуешь себя дорого, значит, тебя будут покупать дорого. То есть, но ты должен соответствовать этой уровню. Если ты продажешь себя дешево, то не скоро ты станешь подороже специалистом, потому что все начнут с тобой торговаться. Это Украина, они захотят. А вот тому ты закрыл за такую-то сумму. И начнется. Ну, то есть, а лучше, или лучше, чтобы заказчики друг друга не знали. Хотя тут туда отменяется сарафановое радио. Ну, такое. Уровень бонуса. От чего отталкиваемся вообще? Как работу определяем? Насколько вы быстро можете закрыть? Насколько у вас качественные кандидаты могут быть? Есть ли вообще смежные позиции? Есть ли у вас в опыте бывшем, не знаю, закрытие таких же вакансий? То есть, у вас есть какая-то база? Проекты. Может, есть любимые направления проектов? То есть, да, вы влюбились в этот проект, он такую пользу людям приносит, что капец. И вы такие считаете, я прям бесплатно там закрою эту вакансию. Просто я хочу, чтобы он жил, этот проект. Какие еще варианты? От чего может еще зависеть? Кто-то еще может сказать? От чего? Ну, да, это кап. Конечно. Ну, да, есть ли база кандидата уже, которая, ну, ты встречался недавно. Угу. 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 Да. У меня еще такая ситуация была. Заказчик такой стучится, новый такой, говорит, хочу тебе три вакансии запулить. Хочешь работать? Такая, возьму одну. Он хорошо говорит, бери одну. А я знаю, почему одну, потому что у меня тут три кандидата готовых. Ну, то есть, я сразу опысть закрыла одним кандидатом. То есть, вообще отлично. Никакого гемора, бонус отличный. Ты в шоколаде. Это, наверное, самый лучший вариант рекрутинга на фрилансе. Когда просто кандидат готовый, компания отличная, все, сконнектилась, вообще супер. По-разному бывает. Скажите, торгуетесь, вот кто на фрилансе? Торгуетесь с заказчиками? Довольно часто? Они сбивают цены чаще? На сколько процентов? Нет, на сколько процентов сбивают твою стоимость? Ну, хорошо, у кого сбивает, если кто торгует с заказчиками. Что, все? Все притихли? Самую дальнюю? Понятно. Хорошо. Ладно. Нет, я слышала, там, белорусы торгуют, не торгуются, украинцы торгуются до последнего. Вот мне интересно, где же этот предел торга? Ну, я же, говорю, спрошу. Ну, да, вот я о чем. Потом повысить ставку свою тяжело. Ясно. А вот кто на фрилансе? Что больше работает, когда к вам заказчики приходят? Это сарафановое радио все-таки? Вот, ну, как у меня лично. Или по-другому как-то? Рекомендации, да, друг друга? Эй, галера с правой стороны, которая тут поднимала руки. Как вам приходят заказчики, вот, к вам? Составлен LinkedIn профиль, да? А мне еще и звонили недавно. Как они телефон там нашли, я не знаю. Ну, да ладно. Хорошо. Следующее, с чем я столкнулась в своей такой деятельности, это составить договора. Потому что не все хотят работать в черную. Некоторые хотят по договорам работать, правильную, белую. Потому что это, например, стартапы, да, чаще всего приходят. И они говорят, нам нужно отчитываться перед инвесторами, нам нужно показывать, что мы платим за закрытие вакансий. То есть все в белую, все красиво должно быть. У всех хорошо все с договорами? Или может у меня только проблемы были? Короче, это не изи. Я продолбалась месяц, весь февраль, вот просто с этими договорами. Потому что, как оказалось, открыть нужные кведы не помогает. Потом заказала юристу договор. Он мне составил в пяти экземплярах с разными условиями. Там оплата до, оплата после, там с заменами, не заменами. Короче, вообще просто прекрасный договор со всеми перестраховщиками, штрафами, с обе стороны. Короче, договор просто идеален был. Потом я обратилась к законодательству. Что же там у нас пишут вообще для рекрутеров? И вообще тех, кто подбирает персонал. Это надо было наоборот сделать. Ну да ладно. И тут мне говорят, у меня даже пост на фейсбуке есть, говорю, что делать, что-то не работает мой договор, все его отшвыривают, говорят. И в общем, самая фишка. В нашей стране, как оказалось, услуги рекрутинга можно предоставлять только тогда официально, когда персонал нанимается в компанию официально по трудовой книжке. У нас много по трудовой книжке работают в компаниях. Да, вот, я шапочу об этом и хочу продолжить. То есть каждый год менеджер по подбору персонала должен отчитываться в центр занятости, куда он нанял персонал, на какую зарплату, с каким испытательным сроком, сколько он там проработал. Ну, в общем, это на самом деле такой геморрой оказался, ну, по крайней мере, в моем сознании. Ну, и если посчитать, что никто не работает по трудовой книжке, мне не за кого отчитываться. СПДшники — это предприниматели, и, ну, они сами себя, самонайм, а не персоны. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду суть договора, понимаешь? Суть. Что там за суть была? Продажа программного обеспечения? И? И? И там отчет ты подвал, потом в центр занятости в январе месяце, а вот потом штрафы к тебе придут. Придут. Не переживай, налога может через три года вспомнить о тебе. Они на самом деле, например, ты захочешь закрыть СПД, они потом начнут копаться. Ну, короче, я предотвратила этот геморрой. Я не хочу, чтобы потом во мне копались долго и морочили мне голову, потому что у меня была в моей истории жизни, когда я недоплатила 40 гривен, и мне эти 40 гривен потом вылились через три года, мне налоговая сообщила, что у меня штраф в 5000. Я такая, а когда он набежал? Так три года назад было же 40 гривен недоплачено. Я говорю, а что вы мне не сказали там в течение месяца, двух месяцев, полгода? Почему через три года? Потому что штраф же больше. Ну, короче, так что тут шутки не очень хорошие. Короче, что сделала? Открыла КВД консультанта. Короче, как я работаю теперь? Я консалтер по каким-то персоналам вопроса. Я разработчик в одной компании. Тоже нормально. Главное, чтобы платили. Ну, короче, в нашей стране, чтобы нормально по договору работать и рекрутеру обезопасить, это очень сложно. Ну, то есть прописать в договоре все минусы, плюсы, штрафы, и чтобы это работало в твою пользу еще, например, да, если там тебя кинул заказчик или еще что-то. Ну, как по мне, пока это нереально. Ну, то есть не у нас. Да, ну, то есть это не у нас, это все филькинограмм, это ты работаешь реально только на каком-то доверии абсолютно. Ну, только по трудовым книжкам доводят, потому что это все официальненько так. И все. Да, у меня есть истории такие. Когда увольняли человека, он доводил до суда, и 10 зарплат выигрывал своих. Да? Потом расскажу. Короче, потом я заказала новые договора, теперь они работают, круто, все отлично, все довольны, банк доволен, налоговая довольна, короче, все хорошо. Если нужен юрист, я посоветую. Так, дальше какие проблемы в рекрутинге на фрилансе возникают, как расставить приоритеты вообще, когда, что делать, зачем, какие вакансии перевес закрывать, если у вас, например, вакансии, некоторые есть с такой оплатой более выше, некоторые с более низкой оплатой. Ну, вы тех клиентов любите, а тех не очень. Ну, как-то и что делать, и каких же первей удовлетворить. Ну, не знаю. В итоге я пришла к одному концепту, если я взяла, я отвечаю за свой профессионализм, я должна всех одинаково удовлетворять. Поэтому всех по чуть-чуть, по два-три часика в день пинаешь, торбишь, кого-то показываешь. Ну, потому что не всегда понятно, откуда придется рафановое радио следующее. Это может быть как кандидат, так и заказчик, потому что у меня половина моих клиентов приходит на самом деле от кандидатов, не от моих заказчиков, которые со мной работали ранее. Притом кандидаты, которым я отказала. Ну, то есть даже и не приняла на работу. Либо это бывшая… Вот, кстати, очень классно, если бы поработал раньше в компании, в какой-то большой, то тогда у меня очень много поступает вопросов и заказов таких типа «Найди мне персонал» от бывших девелоперов, которые стали руководителями в других айтишных компаниях, и вот они говорят «Мне нужен тот-то», «Мне нужен тот-то», «А не можешь посоветовать по рынку какая-то ситуация». То есть у них это запросы, то есть это потенциальные заказчики, ваши девелоперы. Джуны тоже. У меня есть один клиент, который PHP-шник, мидл уровня, пошел в другую компанию, он там CTO, Java проекта. Что? Ну, у меня это не складывается, у него есть заказы, у меня есть кандидаты, мне хорошо, но у меня немножко не складывается, как бы что нам происходит. но, наверное, все они там друг другу понравились. у меня вот такие паритеты, мне кажется, эта картинка больше всего меня описывает лучше всего. в перерывах я на самом деле чаще всего ставлю на мьют, но если это по скайпе, занимаюсь каким-то спортом своим, каким-то фитнесом, ну и попиваю винчик. отличный вообще проведение собеседования, я считаю, что они лучшие. Начал собеседование, что-то там вклинился, если необходимо, там подбежал, все слушаешь все равно, все отлично. Это распределение времени. Вот. Что хочу сказать? Следите за своей ресурсностью, вот давайте себе отдых, потому что у меня когда, у меня есть в Facebook прекрасная картинка, которую я забыла сюда вставить, это мне подруга пришла где-то месяц три назад, да я говорю, блин, столько заказчиков, я реально, ну, я нахватываюсь, и вот мне как бы пришло осознание, что я не могу всех обслужить, ну, хватает, все уже. И это было вот так, типа, когда ко мне приходит наказчик, как я себя ощущаю? Я богиня, я профессионал, все ко мне, та-та-та-та-та-та-та, боже, я всех наелась, заказы, тут уже распирается, как сторон хомяк такой. То есть это очень показательная картинка, поэтому расставляйте приоритеты, когда что, успевайте жить, вы на фриланс пошли все-таки не только работать, а еще жить, отдыхать, наслаждаться всякими винишками, не знаю, там, отдыхом. Ну и дробите задачи, не надо ставить себе задачи, наверное, самая важная проблема вообще в любой профессии, дробление задач. Не ставьте себе задачу, я должен найти джависта сегодня же. Составьте задачу, я должен себе там написать 20 джавистам, или там, я должен найти ресурсы, на которых можно их найти, или я там должен составить столько-то запросов для X-Ray, чтобы сделать потом качественный ресерч. Ну то есть дробите себе задачи и эффективность, и вы себя будете мотивировать лучше, что вы выполнили эту задачу именно сегодня, а не через неделю, может быть. Это мотивашка такая, самая мотивашка, вы же сами себе руководители, поэтому самая мотивашка получается. Чего опасаемся, в принципе, на фриланс-рекрутинге? Ты можешь заработать или не заработать. Никто не гарантирует, что вакансию либо не прикроет другой рекрутер, если работает не один рекрутер на этой вакансии, либо заказчик скажет, ой, ты знаешь, я не оплачу. Ну, такое бывает, наверное, с каждым рекрутером. Не знаю. У меня пока нет, наверное, такого, чтобы совсем вообще не платили. Вот все-таки. Но в целом довольно часто сталкиваюсь, общаюсь с коллегами, кидают рекрутеров всех. Ну, как бы, хороший, ты плохой, там, всем ли, не всем угодил. Продажи переговоров. Не все умеют это делать. Есть рекрутеры, которые умеют хорошо серчить, они хорошо, там, коммуницируют еще с кандидатами. А вот как-то переговоры с заказчиком вести, например, встаивать свою точку зрения или говорить все-таки такие письма делать, чтобы все-таки продать кандидата, не все умеют. Ну, то есть, это очень важно у нас. И те же переговоры о ценах, например, да, обосновать, почему я так дорого стою на рынке. Или, например, почему этот именно специалист для вас будет стоить из моих рук будет именно столько. Ну, то есть, это нужно все обосновывать, оговаривать. Не все это умеют, но нужно к этому стремиться. Загрузка. Бывает одна вакансия, бывает 10. То ты в поте лица 24 на 7, не знаешь, что с собой делать, мотивация уже падает ниже плинтуса, то одна, у тебя тоже мотивация ниже плинтуса, но ты ковыряешься в носу, как бы, ну, такого плана. Ну, то есть, две такие крайние позиции. Нет пустой болтовни. Чаще всего на фрилансе ты уже говоришь по делу. Нету вот этой пришел в офис, выпил кофе, пошел два часа поболтал, там туда все, там с кем-то там шарики поперечитывал, там еще что-то, на пуфиках полежал, там поиграл в футбол, еще что-то. В общем, болтовня все сводится к типа к четким позициям, и даже если, не знаю, как у меня, я даже перестала флиртовать, наверное, с разработчиками. То есть, если раньше такой клоун был, то сейчас уже такое, да, вы, короче, будете рассматривать о клоунте? Ну, то есть, это уже переходит где-то после пятой фразы, интересно, неинтересно, давайте четко, мы серьезные люди, тра-та-та, все, и все четко, нормально получается на самом деле, как оказалось. То есть, не обязательно нужен, кому нужен флирт, есть и такие попадаются, которые начинают спрашивать, знак твоего зодиака, а давай поиграемся ножичками сегодня в дерево потыкаем вечером, где ты живешь, а давай, хорошо, говорю, у тебя есть дела сегодня вечером, да, есть, говорю, да-да, в следующий раз. Ну, то есть, разные есть. Небольшая база кандидатов. Когда, например, уходишь не из компании или у тебя не такой большой опыт, ну, это небольшая база, поэтому ты мало можешь у кого спросить, с кем посоветоваться, кого дернуть или показать какого-то кандидата быстро заказчику своему, то есть показать, что ты, да, квалифицированный, быстро можешь работать с этой вакансией. Хотела что-то сказать, забыла, потом вспомню. Без репутации никуда, это понятно, мы уже поговорили, Наташа вообще рассказала, как она работает, да, больше, чтобы, то есть, кандидаты кандидатам рекомендуют, кандидаты потом у меня спрашивают, какие у меня есть вакансии, чтобы порекомендовать своим знакомым, есть у меня кандидатка, которая устраивала на работу, что она теперь мне сбрасывает всех своих знакомых, не на почту, чтобы я их устроила на работу, ну, то есть, круговорот такой в природе нормально идет, и все работает репутация, ничто иначе. Заказчик не оплатил работу, это мы уже проговорили, и неудобное рабочее место, ну, то есть, вот так целый день на диванчике сидеть, ну, тоже не ок, потом на массажиста тратишься много, коворкинг, да, отличный вариант, ну, например, дома это должен быть, по крайней мере, если дома работаешь, такой должен быть стол, стул какой-то нормальный, чтобы сесть и комфортно себя чувствовать, ну, у меня, например, такой план дня, я работаю, работаю, пошла, поприседала, поджималась винчиком, потом опять рвут, я делаю себе какие-то перерывы, потому что я хочу работать с охоткой и с рвением, а не как бы как-нибудь. Итак, прежде чем начать фриланс, что советую? Понять, сколько у вас есть время для фриланса, то есть оценить свои возможности временные, то есть, что у вас там, дети, семья, муж, возможно, у вас есть основная работа, оцените, что у вас есть основное, чтобы вы поняли, что у вас есть, один час, два часа, три часа, оцените реально, или у вас есть другие проблемы для этого, чтобы на вас могли рассчитывать те, кто дает вам заказ, и вы могли оценить, за сколько вы примерно сможете закрыть вакансию. Оцените инструменты, ресурсы, что вы будете использовать, где вы можете оплатить, какие дополнительные расходы также пойдут на это. То есть тот же LinkedIn, возможно, вам нужно оплатить, или там у Майзин Харинг вы хотите там базу контактов, или еще что-то. Ну, то есть оцените сразу, что для работы вам понадобится, с чем вы привыкли работать. Есть удобное рабочее место, проговорили, как вы организуете общение с кандидатами, телефонные переговоры, личные встречи, или это Skype. У меня первое время была на самом деле такая ломка, потому как я работала в компании, я всех собеседовала лично, иногда по два раза. То есть у меня такая ломка была, я хочу всех лично собеседовать. Вот всех лично, всех кандидатов. Поэтому я встречала в кафешках, в офисе, там еще где-то. Ну, то есть я находила какие-то варианты, чтобы встретиться лично. Потом я немножко начала переводить. Это заказчик пусть сам собеседуется, я поговорю по телефону основательно, лучше минут 20-30, два раза там и по Skype, мы там еще и по почте спишемся. А сейчас вообще замечательно, я лично практически не провожу собеседование, только каких-то топ-менеджеров, либо BDM-ов, то есть там, где личность, сама личность играет роль, ну, как у продажника. То есть я должна человека видеть лично, то есть какой он, чтобы продать его потом заказчику. Что вы сами ожидаете от этой работы? Ну, в принципе, кроме подзаработать, вы хотите усовершенствовать свои навыки, сформировать надежный пол клиентов, может быть, доработать свою какую-то базу. Подумайте над этим с самого начала, прежде чем вступить на дорогу фриланса. То есть что вы хотите, какую цель вы хотите достичь в ближайшие полгода, например. Мне не новичка, сейчас немножко поговорим об этом, но прежде я хочу включить видео. Я не знаю, может, вы, возможно, видели. Оно очень старое. Я преподавала курсы рекрутинга, и я это видео показывала и своей команде, когда я в компании работала, и на курсах рекрутинга, которых я проводила. Поэтому мне кажется, оно такое показательное. И вот к тому формату, Миша, нужно стремиться, вот каким должен быть синер-рекрутер. Семенов? 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 Слушаю. Один вагон с четвертого пути на третий, под сахар. Сделаем. Куда? Так вагон же, скажи. Сиди. Сейчас отменят. Семенов? Семенов? Слушаю. Вы еще не перекатили вагон на третий? Уже? Ищи, ищи. Тут обстановка изменилась. Надо его перекатить на седьмой, под соль. Ну, это уж не годится. Это не работа. Ну, простите, товарищи. Ну, ладно, мы пошли. Ходи. Ходи. Твой ход. Дубль шесть. Никогда не торопись. Товарищ Семенов. Семенов, слушай. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ Семенов, извините, вы случайно вагончик под соль не перекатили. Может, не успели? Перекатили. Понятно. Большое спасибо, уже не надо. Опять обстановка изменилась. Надо его на третий, под сахар. Ну, уж это знаете. Это уже знаете что? Это не работа. Нет, это не работа. Я вас убедительно прошу. Ну, ради меня сделайте, пожалуйста. Ну, ежели ради вас. Мы идем. Я пошел. Сейчас сам придет. Зарапается. Ну, пусть войдет. Входите. Чего уж там? Сан Саныч. Вы уже? Уже, а? Что, уже не надо? Угу. Перекатить? Мне сказали, я сказал. Мне б не говорили, я б не говорил. Что я, мальчик? Катать вагон туда-сюда? Что это, игрушки? Вы на его руки посмотрите. А куда рыду колымагу? Под соль? А сахар? А куда? Пока поставьте на четвертый. Ха! Уже стоит. Вы талант. Большой талант. Ну, как вы догадались? Вы сколько у нас работаете? Месяц. А я 20 лет. Короче, посыл понятен. Не надо спешить. Потому что, ну, и заказчика нужно понимать и предугадывать, да, что он хочет, как он хочет, его структуру мышления вообще. Когда подгадать, что. Со мной работает девочка, моя помощница. Вот. Мы сейчас с ней конфи посещаем. Активно я ее нетворкчу, чтобы она быстро вникала в индустрию. Ну, и я попросила ее позавчера написать немножко о своей, как бы, мнении. Вот. Вот то, что она написала. Что она для себя… С чем столкнулась на фрилансе? Что она ищет для себя оптимальный режим работы. У нее долго было что делать. Она там фиксит себе время на каждую задачу, на каждую вакансию. То есть она изучает еще то, что, сколько она тратит времени вообще на ресерче, на коммуникации, на отправление писем и все остальное. Что если хочешь хорошо жить, нужно хорошо работать. По поводу того, что работай больше, рискуй меньше. Это в целом о том, что, как я до нее доношу, что нужно работать над несколькими вакансиями, чтобы компенсировать себе, застраховать, что где-то заплатят, где-то не заплатят. Ну, в целом. Может вакансию кто-то другой запрыть, может ее отменить, а ты деньги все равно хочешь получить в этом месяце. Поэтому работай не над одной вакансией, а над двумя, тремя, и еще желательно разных заказчиков, чтобы где-то довыстрелило. Фриланс-рекрутера нет места обидам и капризам. Это реально, потому что ты сам себе руководитель, сам себе режиссер, обижаться не на кого, только на себя. Не хватает общения с командой заказчика. Ей очень сложно, ну, в принципе, на фриланс-рекрутинге очень сложно понять продукт, проект, в принципе, формат команды и формат мышления заказчика. Ну, потому что от этого очень многое зависит, как пойдет процесс рекрутинга, и от этого зависит, насколько вы будете успешными в этом проекте и как быстро вы получите бонус. Ну, вот это такое. Автоп. Что мне предстоит? Вот то, чем я еще не поработала, еще год не закончился. Я думаю, когда у меня будет в сентябре год, я уже немножко все-таки приближусь к тому, чему мне предстоит. Я хочу сделать онлайн-портфолио, потому что заказчики, даже те, кто по сарафанному радио приходят, они говорят, а где посмотреть, что вы делали ранее, для кого? То есть я задумалась о том, что мне нужно все-таки собрать отзывы, сделать какой-то сайт онлайн-портфолио. Мне нужен надежный пол заказчиков постоянных. То есть у меня там есть, например, сейчас 3-4, есть перемены. Я хочу все-таки 5-6 себе как минимум постоянных. И изучение новых инструментов для рекрутинга. Я стала замечать из-за того, что ты постоянно углублен в работу, у тебя нет времени для самообразования, так как мне это очень нравится. Я периодически хожу на конференции, там, конечно, мало информации. Ну, хоть что-то черпаешь, ну и на самом деле нужно больше читать ресурсов, изучать. Я залезла там, искала, например, дизайн сайта своего будущего. Я залезла на юсашные сайты рекрутинговые. Боже, там столько полезной информации, столько аналитики, столько прикольного всего. Я такая, остановитесь, я летом это буду изучать. Но не сейчас, потому что мне хочется столько всего попробовать. Я вот, например, хочу летом попробовать ботов тоже. На самом деле на конфе в Питере девочка рассказала, как они это применяют в ИЧаре ботов. Вот я хочу попробовать ботов просто для себя попрограммировать. Ни для кого, ни для кандидатов пока нет. Просто мне хочется попробовать, как это работает. Есть очень много легких инструментов, на самом деле, как оказалось. Ну, в принципе, все. Если есть вопросы, не знаю, спрашивайте. Кто первый? Да, ну представляться, что не буду, Виталий Днепров. Громче, мы на камеру пишем. Да-да-да, по поводу вопросов. Я так понимаю, что многие рекрутеры уже сталкивались с недобросовестными заказчиками. Вот, и есть ли может быть какой-то черный список? Потому что знаю, у каждого он свой есть, а может быть какой-то есть общий. Я не знаю. Может быть, кто знает. Может быть, есть, я не знаю. Потому что я знаю, что каждый, каждый говорит, вот с этими нельзя работать. Тут тянется рука, дай ему микрофон. Ну, во-первых, черных списков много. Реально много. Есть кросс-платформинг, то есть можно разместить одного заказчика во многих списках. Есть скайп-чаты, есть много других чатов для рекрутеров в Телеграме. Не, ну скайп-чаты, да, это понятно, да. Вот, то есть если вам нужны ответы относительно ваших заказчиков, лучше спросить у сообщества. Ну, то есть в чат задаете вопрос, кто-то с таким работал, не работал, я думаю, люди прореагируют. Да, смотри, Роман, с Киева такой вопрос. Фриланс это свобода, я с тобой действительно согласен абсолютно, но нужно этой свободой управлять, потому что есть небольшой риск поддаться линце, да, и свалиться вообще, время развалится. Это самоорганизация. Да, вот самоорганизация. И по поводу этого вопрос, все-таки какие используешь инструменты, если используешь для организации рабочего времени, там, я не знаю, ну, кто-то там Трелла использует, да, для организации. Я расскажу, я просто это уже прошла, когда была в компании, да, и когда у меня были рекрутеры в подчинении, было очень много проб и ошибок, да, что я использовала. Это было и Трелла, это были и помодоры всякие, это было и трекинг времени, сколько на каждую вакансию, там, и все остальное. Очень классно работает, ну, это визуально, когда команды в одном офисе работают. Ну, для фриланса, наверное, это не очень подходит, когда визуализируешь на доске, сколько ты вакансий закрыл. Ну, вот просто за месяц или за два ты просто вот так вот столбиком выкладываешь под каждым рекрутером. Это, блин, так мотивирует, оказывается, вот я не ожидала. Вот, Трелла, ведение кандидатов в перемещение, ну, да, клево, но, с другой стороны, зачем нам АТС, которые мы пользуемся? Ну, как бы копировать ту же информацию туда же смысла нету, поэтому сейчас в АТС я Клеверстаффом пользуюсь. Сорян за рекламу. Вот. Нормально, пойдет, ну, как бы невымушена такая. Я имел в виду еще по таймингу, может. По таймингу? Я там по таймингу расписываю, например. Я понимаю, просто если я не буду организовывать себя в этом плане жестко, то я где-то… Это у тебя, у меня нет такого. Нет, я знаю, когда мне нужно, ну, когда у меня есть заряд бодрости, я могу тут сейчас за два часа на колбасе столько, что я за неделю не на колбашу буду. А есть, когда я позволяю себе расслабиться, ну, когда мне не срочно, не горит, я знаю, что заказчик там, например, поехал куда-то. Ну, то есть у меня все уже… Не, у меня все в голове уже сложено. А я же говорю, поначалу у меня был такой драк, да, всем закрыть, быстрее, быстрее, и тем, и тем худо влетворить, и те худо влетворить, и там заказ взять, и там заказ взять, и то сделать. А потом такая сижу такая, а я где здесь? Ну, реально, где я здесь? Ну, то есть заказчики, вакансии, и деньги, а я где здесь? Ну, такого плана. Как бы это не самое важное, поэтому на фриланс все-таки уходят для того, чтобы… Саморганизация очень важна, я думаю, к этому все постепенно приходят, к приоритетам. То есть если у меня там собеседование в 9 утра, естественно, я встану в 9 утра, пройду собес, потом займусь своими делами до 11, в 11 начну работать. Ну, то есть чтобы тайминга прям вот так вот по 5 часов, вот у меня сейчас девочка мой, новичок Юля, вот она себя таймит, потому что она не сталкивалась с этим, она в рекрутинге не работала никогда до этого, поэтому очень сложно понять, сколько на что уходит времени. Я, например, заказчику могу еще сказать до появления вакансии, сколько времени у меня на это уйдет, и агроментировать, сколько он потратит и сколько это будет стоять. Ну, понятно, да? От, власне, для автоматизации процесса пошли. А представится? Оксана, фриланс-рекрутер. Хорошо, Оксана. Цикавое питание, от методом проб и пыток, до каких систем прийшла, которые помогают максимально швидко найти, например, новых разработчиков, каких-то таких, ну прям, або новых технологий. Рекомендации. Только? Нет, я вам говорю, это одна из. А, рекомендации, а какие еще может быть? Одна из, ну не знаю, я X-Ray еще пользуюсь активно, ну то есть поиском, да? А ты по-голе, а спельнот таких, где воно есть? Да те же самые, они везде те же самые, ну как бы пока ничего нового не придумали. Это Bullion Search по-нашему. Есть еще рекрутин, принцип один и тот же, это Bullion Search. Просто ты там ленивый такой, а там ручками вбил. Ну, а ты просто в поля такой забиваешь свои буллеты и потом ты, когда в Google переходишь, получается, ну там, я же говорю, это для ленивых. Ну, как бы, ну тот же самый принцип абсолютно. Просто для тебя разработчики, да? А, ну я тоже это использую, я просто, я говорю принципы, которые я использую. А какие программки, ну я могу целый доклад делать, о каких я программках использую. Ну, тот же самый, то, что говоришь X-Ray, рекрутин, то же самое. То есть там впиваешь в Боля, он то же самое по LinkedIn, по Twitter, еще где-то ищет. Вот хабу ищет. Да, да, именно такое. Оль, у меня к тебе такой вопрос. Где? Я тут. Я так иногда слежу за твоей страничкой, так получается, и все время замечаю, что ты… Ты подписана, я тебе скажу. Ты часто путешествуешь, вот как тебе удается закрывать очень много вакансий и путешествовать, и как ты строишь график в этом плане? Как часто ты путешествуешь в год? Потому что я смотрю, это то там, то тут. Кстати, да, интересно, что там много слишком. Вот как ты это успеваешь все, и много путешествовать, и много работать? На самом деле я когда-то в путешествие уезжаю, я своих самых топовых заказчиков, я предупреждаю, что я могу быть не всегда онлайн на связи. Но в целом, если что-то очень срочное, все равно в онлайне не могут мне как написать, как написать в Skype или в Messenger или на почту. И я там, ну, мой принцип отвечать в течение суток, это вообще на самом деле офигительный принцип, который я думаю, и мне хочется, чтобы его вживить всем вообще в подкожу, отвечать в течение суток на письма. Вот, поэтому я всегда отвечаю, я всегда на связи, и, скажем так, мои заказчики не умирают, если я им неделю не поставляю каких-то офигительно новых кандидатов. Я просто перед тем, как уехать в отпуск, я им 2-3 кандидата набиваю, вот так вот, типа, опа, а вам-то на следующую неделю собеседование, и они не ощущают, что меня там нету. Ну, как бы у меня такой метод, я набиваю собеседование им, чтобы они не ощущали, что я с ними не работаю. Забыла представиться. Да, я. И второй вопрос, который я хотела спросить, вот в начале лекции ты сказала, что нежелательно, чтобы заказчики знали друг о друге, а потом ты сказала, что собираешься создать свою или лендинг пейдж, или свой сайт. Я говорю, это смотря в каком случае просто. А вот стоит ли фрилансеру создавать свой сайт, и тогда заказчики узнают, на кого он работает. Нет, я же говорю, смотря, как обменивается информация. На самом деле заказчики, заказчик заказчику незнакомому, который незнакомый в оффлайне, они не скажут примерно, сколько услуги друг друга стоят. Ну, образно говоря. Ну, то есть это конфиденциальная все-таки информация в основном. Я имею в виду больше сеть такая, личных знакомств, не в онлайне. Ты поняла меня, Даша? Да, я поняла, но… А, сайт делать? Я все равно сделаю, потому что это большую роль играет. Там же будет… Ну, что будет вообще? А, ну и у меня просто цена на услуги одна практически. Я ее практически не меняю, поэтому мне легче. Они друг другу, нечего им сказать будет. А что должно быть на сайте портфолио фрилансера? Я буду выкладывать отзывы моих заказчиков, ну, то есть, как им со мной работается. Я выложу те вакансии, которые я закрыла за последний год. Ну, то есть, проект вакансий, чтобы они видели, с чем я работала в последнее время. Я покажу потом. Да. Оля, Инна меня зовут. Скажи, пожалуйста, как выглядит твоя рабочая неделя, вообще неделя как-то? Потому что у меня нет понятия рабочая, нерабочая. У меня рабочая может быть и суббота, и воскресенье, и выходной, понедельник. Хорошо. Безусловно. Да, я поняла. Я примерно понимаю, приоритеты по вакансиям расставляю, какие у меня вакансии более срочные, дроблю задачи, что мне нужно сделать сегодня, кому отписать, кого пнуть, кого… Ну, сам себе рекрутер, это на самом деле такой человек-оркестр. Кому-то за договор написать, кому-то за акт, кому-то за кандидата, кому-то написать, напиши заявку полную, где-то там что-то уточнить. Ну, то есть это на самом деле такая очень разноплановая работа. То есть день у меня начинается с пинания, образно говоря. То есть я начинаю всех пинать, всех, с кем я коммуницирую, всех пнула. Хорошо, теперь можно поработать над вакансией какой-либо. Поработала над вакансией, забила… Ну, как, я, например, работаю с кандидатами, потом, например, назначаю собеседование или еще что-то. Я их перевожу в системе своей, то есть чтобы потом была аналитика нормальная. И затем я уже кому отписываю письма, кому заказчик, кому целое тестовое задание. То есть я немножко распределяю по задачам. То есть я их компоную вот такими блоками, чтобы мне было проще и удобнее. Понятно, что я еще стараюсь самое неприятное делать до обеда. Ну, чтобы легче было. Вот как-то так. Ответила? Ну, да. Да, ну, это такой самопиар такой, можно сказать, в рамках. Деление опытом еще, я считаю. Потому что грабли есть у всех. У меня грабли были свои. И я хотела поделиться, чтобы каждый не наступал на такие же грабли. Ну, и вдруг, если что, советом помочь, как бы, те грабли, например, с договорами или с какими-то системами или еще что-то, могу там потом в личных сообщениях поделиться. Че да как надо. Это по рекомендациям тоже странные бывают. Ну, да. Так, давай заказ и заказчик немножко разделим. Давай, да. Хорошо. Заказчик адекватный, когда он быстро реагирует на твои вопросы. Быстро реагирует и отвечает в тему. Вот так, да, начнем. То есть он не говорит о чем-то своем, а отвечает на твои вопросы. Второе. Заказчик готов быть гибким тоже и предоставлять много информации о себе. Потому что у меня были заказчики, на самом деле, ну, разные были поначалу заказчики, которые сейчас уже хорошие отношения, но у меня были заказчики, которые пришли от моей бывшей сотрудницы. У них такой немножко стрёмный бизнес. И когда я начала спрашивать, чем занимается ваша компания, где вы находитесь, они такие, а зачем? Я такая, ну, как бы, мне вам людей нанимать? Говорю, что значит зачем? Странный вопрос. Сейчас я менеджеру еще скажу. Я нашла менеджера сама этого в фейсбуке, говорю. А можно вопрос? Нет, от вас связали, попросили персонала вам найти. Так я вот вопрос имею. Вам можно задавать? А, ну, давай. Короче, я с ребятами этими сейчас дружу, и все хорошо. Но в чем смысл? Заказчика нужно понять. Ну, давайте так. У нас есть на рынке белые, серые и черные бизнесы, да? Вот они занимаются серо-черненьким. Вакансии классные, компания классная, в офис в центре Киева, как бы все хорошо. Вот, и команда там классная. Ну, как бы поначалу был стрём. Вот, по поводу заказчика. Да, ну, это индустрия такая. Как бы от нее никуда не денешься. Так вот, по поводу заказчика. Адекватно отвечает, быстро, готов с тобой согласовывать и как-то не торговаться, как-то идти на друг друга взаимоотношения и уступки. Ну, мне кажется, еще важно, чтобы он сам понимал, кто ему нужен. Или просил помочь понять, кто ему нужен. Ну, да, я же говорю, ну, хотя бы он пытался понять или попросил понять, как бы посоветоваться с тобой, что кто мне нужен, твое видение рынка. То есть, чтобы он с тобой все-таки общался не как, ой, ты кто там, а все-таки он с тобой общался как экспертом. Ну, это мой выбор заказчика. Вот. Что-то не ответила? Все? Окей. Что-то не ответил? Продолжение следует...